Если коротко, секрет счастья в том, чтобы... Представьте лестницу. Каждой ступеньке присвоен номер от нуля до десяти. Ступенька с номером десять символизирует самую прекрасную и благополучную жизнь, которую вы только можете для себя пожелать. Нулевая ступенька, наоборот, самую денищенскую судьбу из возможных. Теперь, внимание, два вопроса. Вопрос первый. На какой ступеньке вы стоите прямо сейчас? Вопрос второй. На какой ступеньке вы видите себя через пять лет? Такие вопросы задавались в исследовании Нобелевского лауреата в области экономики Ангуса Дитона, и результаты получились, не побоюсь этого слова, пугающими. В его исследовании приняли участие аж миллион семьсот тысяч человек почти со всего мира. И, как вы понимаете, руководствуясь их ответами, я могу с высокой точностью предсказать, какой ответ дали вы. Но, чтобы все было честно, я предлагаю вам сейчас поставить видео на паузу и записать свой ответ в комментарии. Но только не пишите одни цифры, а то Ютуб решит, что вы спамите. Чуть поразвернуйте. Сейчас я стою на ступеньке номер такой-то, а через пять лет буду стоять на ступеньке номер такой-то. Скотина, опять комментарии выдаивает. А теперь к результатам. Скорее всего, прямо сейчас вы где-то здесь, а через пять лет планируете вскарабкаться куда-то сюда. Самые юные участники исследования в возрасте от 15 до 24 лет в среднем оценивали свой текущий уровень благополучия на 5,5 балла, а будущий на 7,2 балла. И в принципе, можно было бы только порадоваться их молодому задору и пожелать удачного восхождения к намеченным вершинам. Но есть одна загвоздка. В исследовании принимали участие и более возрастные граждане. Поэтому мы приблизительно знаем, что на самом деле ждет этих оптимистичных юношей и девушек. Люди более старшего возраста, в которых неминуемо превратится наша неунывающая молодежь, оценивали текущий уровень благополучия не на 7,2 балла, и даже не на 6, и даже не на 5,5, а на 5,3 балла в среднем. То есть в будущем ваш уровень удовлетворения жизнью, скорее всего, даже деградирует? Ни о каком взлете на 2, а уж тем более на 3 ступеньки вверх, речь, конечно, вообще не идет. Если посмотреть на результаты исследований в виде графика, еще можно увидеть, как с возрастом у людей медленно умирает надежда на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Если у вас эта надежда еще жива, то это видео призвано ее убить, а взамен подарить кое-что гораздо более ценное, чем счастливое будущее. Но обо всем по порядку. Есть два подхода к счастью. Счастье, как пиковый момент радостного переживания, когда, например, навернул пельментосов, и счастье, как относительно продолжительное состояние. Какое из представлений о счастье похороним первым? Ну, давайте начнем с этого. Вообще, длительность – это одно из ключевых условий для того, чтобы мимолетное веселье переквалифицировать в счастье, и с этим трудно не согласиться. Но с длительным состоянием счастье есть, так сказать, затык, и возникает он по двум причинам. Правило ложки дерьма или негативное смещение. Если в чан наваристого, душистого борща добавить ложку дерьма, то мы получим чан с дерьмом. А вот чтобы ложка борща обладала подобным чудодейственным эффектом и превращала чан с дерьмом во что-то более стоящее, замечено не было. Другими словами, негативные вещи, такие как неприятные мысли, эмоции, травматические события, при прочих равных имеют более значительное влияние на наше психологическое состояние, и сильнее завладевают нашим вниманием, чем позитивные или нейтральные стимулы. Именно по этой причине вы скорее кликнете не на эту новость, а на эту. С эволюционной точки зрения максимально оправданная стратегия. Следствие этого феномена в том, что даже если ты каким-то чудом разделался со всеми жизненными трудностями, поселился на прекрасном острове, нанял прислугу, которая выполняет за тебя все ненавистные обязанности, окружил себя красивыми умными людьми, не знаешь ни в чем нужды и отказу, но у тебя вскочил прыщ, ты, сука, будешь думать только про этот прыщ. Этот прыщ станет твоим просто лютым, страшнейшим кошмаром. Я, конечно, немного утрирую, но суть, я думаю, вы уловили. Человек всегда найдет повод попереживать и загнаться, и каким бы продуктивным и целеустремленным ты ни был, тебе никогда не вывести из жизни все неприятности. Всегда вскочит какой-нибудь прыщ, который будет отравлять твое существование. Буддисты, кстати, называют даже точное число таких проблем, которые постоянно сопровождают человека. Не знаю, в курсе вы или нет, но у вас прямо сейчас есть 83 проблемы. И через год тоже будет 83 проблемы. Уже других, но тоже 83 штуки. Притчу про 83 проблемы я бы вам сейчас с удовольствием рассказал, но не буду, потому что я ее уже публиковал у себя в телеграм-канале, и не повторяться же. Ссылку на саму притчу и на ее разбор я оставлю в описании к видео. А еще там, в нашем телеграм-канале, будет по традиции выложена вся музыка из этого выпуска. Так что, заходите. Вторая причина, по которой счастье, как состояние длительного удовлетворения жизнью, невозможно. Беговая дорожка гедонизма, или гедонистическая адаптация. Наш организм так устроен, что интенсивность его реакции на некий стимул не является абсолютной величиной, а всегда зависит от предшествующего опыта. Вот, для примера, 0 градусов в октябре и 0 градусов в марте. В каком месяце температура вам покажется субъективно более холодной? Ну, должно быть, в октябре, потому что вот совсем недавно было теплое бабе лето, а мартовские 0 градусов на контрасте с январскими морозами кажутся просто курортной температурой. По этой же причине мы принюхиваемся. В смысле, привыкаем к запахам в своей квартире и узнаем, что нам пора вынести мусор только благодаря привередливости гостей. А если долго ехать в поезде, то, как известно, можно перестать слышать стук колес. И это касается любого стимула. Первичное воздействие ощущается как относительно значительное. Еще бы, ведь мы сравниваем его с отсутствием какого-либо воздействия вообще. А вот каждый последующий такой же стимул будет восприниматься все слабее и слабее. Так, между прочим, и работает адаптация. И к хорошему, и к плохому. Но, к сожалению, все из-за того же негативного смещения на плохой этот эффект распространяется гораздо в меньшей степени. Вопреки популярному мифу о том, что победители в лотерею и прикованные к инвалидному креслу жертвы несчастных случаев спустя время возвращаются к привычному уровню удовлетворения жизнью, который у них был до выигрыша или до несчастного случая. Победители в лотерею – да. Жертвы несчастных случаев – нет. Ссылки на все, что я тут утверждаю, есть в описании к видео. Когда случается что-то хорошее, вначале это, ну, очень приятно. Например, первый клиент, первый кусочек торта, новый мобильничек. А потом мы начинаем привыкать. Потребительская ценность телефона с момента покупки никак не изменилась. Он по-прежнему такой же красивенький и обладает все теми же разношерстными функциями. Но почему-то он тебя уже не заводит, как в первые дни после приобретения. Ты перестал ухаживать за мной, как раньше. Что? Подыскиваешь себе более стройную и молодую замену? И мы опять чем-то не удовлетворены, и беговая дорожка гедонизма приходит в движение. И чтобы снова почувствовать себя счастливыми, мы побежим еще быстрее. Протянем руки еще дальше. И в одно прекрасное утро... Вы заметили, что мы сейчас делаем? Мы берем разные представления о счастье и тестируем их на забагованность. Ведь если бы счастье было приложением, то каждый раз на 99% загрузки оно бы вылетало к ядрене матери. И наша задача разобраться, что же с ним не так, чтобы избавить пользователей от лишних страданий. Так что, знаете, мы тоже своего рода инженеры по тестированию. Бравые ребята и девчата, которые ищут ошибки в новых сайтах и приложениях, чтобы с ними не столкнулись пользователи. Если же вы хотите стать заправдышным тестировщиком, то это вполне и вполне осуществимо. Профессия инженер по тестированию — это самый простой путь в IT. Для этого не обязательно уметь программировать или знать математику. Из прочих преимуществ — высокий спрос на специалистов как в России, так и за рубежом, достойная заработная плата, возможность работать из дома или из любого уголка света и тыкать других в их ошибки. Это вообще мечта. В онлайн-университете SkyPro уже все готово для того, чтобы вы приобщились к ордену тестировщиков. Программа на 100% соответствует требованиям работодателей к начинающим тестировщикам. За время обучения вы получаете вагон практики, 4 проекта в портфолио, диплом о профессиональной переподготовке, сопровождение кураторов, которые помогут с домашкой и дедлайнами, а также поддержку карьерного центра в составлении сильного резюме и подготовки к собеседованию. А еще теперь в курсе есть блок автоматизации. Знания и навыки автоматизации являются гарантированным преимуществом при поиске работы и, конечно же, существенно повышают вашу ценность как специалиста. Начинающий тестировщик получает зарплату X, а вот тестировщик-автоматизатор, благодаря более узкоспециализированным навыкам, через год работы уже дошагивает до 2X. По промокоду ЧД вам будет доступна скидка аж 50% на все курсы SkyPro. Ссылка в описании и по QR-коду. Оставьте заявку и получите бесплатную карьерную консультацию. Вот мы и подобрались ко второму подходу к пониманию счастья. Продолжительное состояние счастья, по-видимому, невозможно. Плохое слишком сильно оттягивает на себя внимание, а хорошее уныло сливается с обоими. Значит, выход в том, чтобы превратить жизнь в цепочку радостных событий и достижений. И если посмотреть на них издалека, то они будут выглядеть вполне как протяженное счастье. Понятно, что от провалов и разочарований никуда не деться. Но, по крайней мере, в наших силах сделать так, чтобы побед было больше, чем разочарований. Проблема лишь в том, что любое достижение уже является разочарованием. Какое-то громкое и тупорылое заявление. Понимаю, понимаю. И чтобы разогнать ваш скепсис, тут срочно нужно какое-нибудь научное словцо. И оно есть у меня, знаете, оно у меня есть. Да, Фомин, наверное, самый опопсевший нейромедиатор. Кто-то до сих пор называет его не иначе, как гормон счастья. Но только вот к счастью, этот гормон нейромедиатор не имеет никакого отношения. Это счастье. Нет, кое-что получше. Это предвосхищение счастья. Да, дофамин отвечает за мотивацию. То есть не за счастье, а за преследование счастья. Такое зудящее ощущение на пути к цели. Самые простые примеры – предвосхищение нового года и секс. А вот когда мы добираемся до заветной цели, мы получаем обидный щелчок по носу. Уровень дофамина после кульминационного скачка на финише начинает резко снижаться. То есть пока мы преследовали мамонта, нам было хорошо и приятно. А вот как только настигли и добыли, уже как-то и не так хорошо. И чтобы снова вернуть в жизнь радость и азарт, нужно идти искать нового мамонта. Почему такой принцип действия дофамина давал эволюционное преимущество, думаю, пояснять не надо. Выживали только самые неудовлетворенные, которым постоянно всего было мало и хотелось, чтобы было еще больше и лучше. А вот этот примат, который со словами «да и так заебись» прилег в тенек, там в этом доисторическом теньке и остался. Момент после достижения цели всегда менее приятен, чем момент непосредственно перед достижением. Как итог, нас накрывает похмелье победителя. На психологическом уровне оно проявляется так. Во-первых, в дофаминовом угаре мы можем слегка переоценить значимость преследуемой цели. Именно из-за этого возникает ощущение, что тебя всегда ждет нечто большее, чем просто покупка. Нечто большее, чем просто повышение, нечто большее, чем просто шпиньки-пуньки. Во-вторых, только что у тебя был смысл жизни, а теперь его нет. Только что ты к чему-то стремился, твое время было структурировано и твои усилия имели четкий вектор. А теперь, когда цель достигнута, на месте твоей мечты образуется пустота. Или она там всегда была. Получается, что череда достижений ну никак не хочет складываться в счастье, хоть убейте. А если мы добавим сюда еще беговую дорожку гедонизма, то мы получим даже не череду радостных достижений, а просто обезумевшие крысиные бега. Каждый раз кажется, что счастье, оно вот уже, рядом, за следующим поворотом. Но за поворотом никакого счастья почему-то нет. А только новый поворот и очередное обещание счастья. Теперь душ точно не уйдет. Поднажми! И только к сорока годам, привет кризис среднего возраста, до многих начинает постепенно доходить, что никакого кролика в цилиндре у фокусника нет. Природе нахрен не сдалось, чтобы вы были счастливы и всем довольны. Ей нужно, чтобы вы были хронически неудовлетворены взбудораженной приманкой и истекали слюной, как собаки Павлова. И чтобы не выглядеть совсем уж облапошенным кретином и сохранить самоуважение и хоть капельку надежды, человек изобретает счастье. Видите ли, это не просто крысиная бега, а героическое превозмогание трудностей на пути к будущему счастью. Поэтому именно на будущее человек рассчитывает сильнее всего. Прошлое в прошлом, настоящее это разминка и подготовка, а значит, счастью просто больше негде спрятаться, кроме как в будущем. Поэтому что? Правильно, в это будущее нужно как можно скорее попасть. Так возникает культ не сейчас. Отношение к настоящему как к чему-то неполноценному и ущербному, от чего нужно как можно скорее отделаться, чтобы его место заняло благодатное будущее. Но ирония в том, что любое будущее, даже самое яркое и желаемое, однажды наступив превращается в неказистое, унылое настоящее. Это то самое чувство, когда ждешь лифт. Убогое, досадное настоящее, которое хочется поскорее пропустить, как описание в книге. А потом еще, когда едешь в лифте, идешь до остановки, стоишь на остановке, едешь в общественном транспорте, сидишь на паре или в офисе. В общем, почти всегда. Вот мы постоянно жалуемся, что человеческая жизнь такая короткая и мимолетная. Но дай нам волю, мы бы вырезали из нее процентов в 90 всего хронометража. Пропустить. 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 Нет, парень, не делай этого, у тебя ж пожизненное. Любимые слова культуры не сейчас это... Не сейчас, как-нибудь потом. Еще времени пришло и, конечно же, будущее. Будущее это вообще уникально. Сакральное место, где все, наконец, будут счастливы. Отец разрешит открыть ту самую неприкосновенную бутылку коньяка, а бабушка разлить его в тот самый священный японский сервиз. Ну и откуда взялся этот твой культ не сейчас? Во-первых, дофаминовая морковка, о которой мы уже говорили. Дофамин позволяет сохранять высокий уровень мотивации даже вопреки, а то и благодаря отсутствию незамедлительного и гарантированного вознаграждения. У человека эта способность имеет поистине безграничный размах. Мы готовы десятилетиями много и усердно учиться, сдавать бесконечные экзамены, сверхурочно работать, терпеть самодуру начальника, наступать на горло своим потребностям, и все это во имя некоего абстрактного счастья в далеком-далеком будущем. Настолько далеком, что оно может даже не укладываться в период земной жизни. Некоторых людей вполне устраивает перспективу вознаграждения и после смерти. Во-вторых, воспитание. Ведь, согласитесь, воспитывая ребенка, ты стараешься в первую очередь привить ему умение планировать, стратегически мыслить, ставить цель и идти к ней, отказываться от краткосрочных удовольствий в пользу отложенного вознаграждения. Что во многом оправдано. Мы же хотим, чтобы наши дети были в состоянии пожертвовать развлечениями ради учебы, умели откладывать деньги, заставлять себя делать то, что им не нравится. Без этого никуда. В-третьих, капитализм. Гребанный капитализм. Любая реклама нацелена на то, чтобы вызвать у зрителя жгучее чувство неполноценности, чтобы он отчетливо ощутил, что ему чего-то не хватает. И вот из-за всех утюгов на нас льется. У тебя недостаточно хороший смартфон. У тебя недостаточно новая машина. У тебя недостаточно красивое тело. У тебя недостаточно интересная жизнь. А поэтому купите нашу кофеварку всего за 9999 рублей. И вот тогда-то вы будете счастливы. И это невероятно важный момент. Ведь вам продают не кофеварку. Вам продают тихое воскресное утро с семьей, когда вы сидите все вместе за одним столом в залитой солнечным светом комнате и беззаботно попиваете кофе. И вам никуда не надо идти. Вам хорошо и там. Да, вам продают не кофеварку. Вам продают шанс на счастье. Если мы не в состоянии начать делать что-то для будущего физически, то мы занимаемся им ментально. В лучшем случае мечтаем и строим планы, а в худшем, и обычно этим все заканчивается, тревожимся, что ничего не успеем, и у нас ничего не получится. Но если ты не живешь настоящим, строить планы на будущее бесполезно. Когда они осуществятся, и самое долгожданное и заветное событие все-таки произойдет, тебя не будет в том моменте, чтобы насладиться им. Ты снова будешь думать о чем-нибудь еще, строить новые планы, намечать новые вершины, готовиться к будущему счастью. Но главная причина, по которой счастье глупо искать в будущем, даже не в этом. Счастье глупо искать вообще. Вот ты о чем-то мечтаешь или к чему-то стремишься, и у меня всего один вопрос. А почему ты это делаешь? Чего я хочу, когда хочу машину? Наверное, блять, машину. Ну, ты же, наверное, хочешь не любую машину. Ну да, если честно, то порш. А почему именно его, если не секрет? Ну, чтобы все восхищались. А почему тебе важно, чтобы тобой восхищались? Чтобы чувствовать себя успешным и уверенным в себе. А почему ты хочешь чувствовать себя уверенным? Потому что я жалкий и неуверенный в себе неудачник. Ну что, ты доволен? Ты этого добивался? Когда мы к чему-то стремимся, например, приобрести авто, на самом деле мы стремимся не к самому автомобилю, а к тем ощущениям, которые нам способна подарить эта покупка. Искомое ощущение может быть вполне простым и прагматичным, вроде комфорта. Но не менее распространенная причина приобретения автомобиля, особенно если он стоит, как целая квартира, это потребность чувствовать себя крутым, уверенным и производить впечатление успешного человека. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что если тебе хочется произвести впечатление успешного человека и обрести уверенность, значит, ты сейчас не чувствуешь себя достаточно успешным и уверенным в себе. Но если мы к неуверенному человеку прибавим дорогую машину, мы не получим уверенного человека. Неуверенный человек плюс дорогая машина равняется неуверенный человек на дорогой машине. Потому что сама неуверенность появилась явно не из-за отсутствия машины, но ее корни уходят в гораздо более глубокие и сложные факторы прошлого. В комплекте с авто может идти зимняя резина, страховка, а вот уверенность очень вряд ли. Уверенность не может определяться куском металла, даже очень дорогого и красивого металла. Уверенность следует искать внутри, а не снаружи. То же самое с счастьем. Счастье, которого ты так для себя хочешь, существует только в виде внутреннего самоощущения. Это глубоко личный, невыразимый образ чего-то светлого, теплого, чувство безусловного спокойствия. Гармония. Чувство, что ты уже дома, и тебе больше никому ничего не нужно доказывать и нечего бояться. И нигде, кроме как в твоей голове, его нет и не может быть. Во внешнем мире есть только бесчувственные вещи, неподконтрольные тебе события и другие тревожные люди. И если тебе не удается найти источник счастья вовне, в этом нет ничего удивительного, потому что его источник всегда находился внутри. И гнаться за счастьем – это то же самое, что гнаться за пятном света, который отбрасывает твой налобный фонарик. Но несмотря на это, все равно кажется, что некоторые вещи, люди и события как будто бы правда могут сделать нас счастливыми. Никогда не забуду, как мы с друзьями до глубокой ночи на даче сидели в поле на раскладных стульях и высматривали падающие звезды. Кто-то приносил пледы, кто-то раскладные стулья, кто-то печеньки, кто-то байки про инопланетян. И эта августовская ночь до сих пор светится счастьем в моей памяти. Но не потому, что она так хорошо умеет светить, а потому, что она так хорошо умеет отражать. Ведь в конце концов, я бы мог тогда и не наполнять ее счастьем, а сидеть с кислым полебалом и ворчать, что мне не достался плед или загоняться из-за близкого начала учебного года. Счастье – это лишь внутреннее состояние, и только вы несете за него ответственность. И если вы по каким-то причинам не разрешаете себе быть счастливым, то вам этого уже никто и никогда не разрешит. Даже самое великое и грандиозное достижение, о котором вы только можете мечтать, и то будет бессильно. Умный такой, блядь. Если хочешь быть счастливым, просто разреши себе. Что еще скажешь? Если ты бездомный, просто купи себе дом. Если умираешь, просто живи. Просто ли это? Счастье, о котором я говорю, это не синоним отсутствию проблем и веселому, разудалому настроению. Можно плакать и оставаться счастливым человеком. И вот насколько это просто. Ну, настолько, что, пожалуй, уже даже сложно. Гипотеза состоит в том, что мы беспрестанно гонимся за недосягаемым будущим счастьем и из-за этого испытываем хроническое беспокойство и напряжение. Значит, следует прекратить эту гонку, не бежать в будущее, а остаться в настоящем. Для этого нужно направить на настоящее осознанное внимание, перестать относиться к нему как к чему-то неполноценному, как к несъедобному полуфабрикату, из которого, если постараться, можно сварганить безупречное будущее. А увидеть в нем единственную реальность, в которой вы можете быть живым, принять его со всеми несовершенствами, печалями и маленькими радостями. И когда останавливается этот безудержный бег, когда вы перестаете быть этой безжалостной, пришпоренной лошадью, естественным образом наступает успокоение, открытость миру, ощущение, что ты уже дома. И, как по мне, это состояние достойно того, чтобы назвать его счастьем. Если коротко, секрет счастья в том, чтобы перестать к нему стремиться. Перестать стремиться. Ага, и что, и всем жить в дерьме охренительный план, надежный, как швейцарские часы. Нет, только не поймите меня неправильно. Расти как личность, как профессионал, реализовывать свой потенциал, двигаться к намеченным целям. И вот все это, это все очень хорошо, интересно и важно, ровно до тех пор, пока вы не начинаете делать это ради какого-то там счастья. Ведь в таком случае вы обрекаете себя на несчастье. Во-первых, если вы связываете счастье с внешними явлениями, с материальными благами, со своей внешностью, с отношениями, то вы возводите свой замок счастья на охренеть каком тонком льду. Вещи надоедают, деньги кончаются, красота увядает, а близкие люди оказываются не такими уж и близкими. А во-вторых, зафутболивая счастье подальше в будущее, вы тем самым автоматически отказываете себе в счастье в настоящем. А отказывая себе в счастье в настоящем, вы отказываете себе в счастье, как бы так, помягче сказать, навсегда. Ведь кроме сейчас, кроме настоящего, другого времени попросту не бывает. Нигде, кроме как в настоящем, счастье попросту невозможно. Нельзя чувствовать себя счастливым в прошлом или в будущем. Здесь и находится вся ирония культа не сейчас. Ведь настоящее в человеческом сознании занимает ничтожно узкий перешейк шириной секундную стрелку, через который бескрайний океан будущего беспрестанно переливается в океан прошлого. При том, что из всех трех времен реальностью обладает только настоящее. Ни прошлого, ни будущего не существует. Это лишь концепция нашего ума. Суетливые проекции, возникающие на неподвижном и непоколебимом фоне вечного сейчас. На всякий случай проговорю, что все это работает только когда удовлетворены самые базовые потребности. Если тебе угрожает опасность, у тебя что-то болит, ты испытываешь острый голод или жажду, то, конечно, в таком состоянии как-то не до покоя, гармонии и счастья. А у некоторых настолько сильно зашкаливает уровень тревожности, что, услышав о том, что к счастью не нужно стремиться, они начнут переживать, что как-то недостаточно усердно не стремятся. И надо не стремиться еще сильнее. Но у них вот вечно все не слава богу. Если это про вас и вам очень тяжело оторваться от постоянного пережевывания тревог и кошмаров, попробуйте психотерапию. Собственно говоря, работа психотерапевта как раз и состоит в том, чтобы помочь вам избавиться от устаревших моделей реальности, в которых вы вечно маленький, виноватый и недостойный счастья. А увидеть, что вы больше, чем ваше представление о себе. Вы можете быть другим. Все может быть по-другому. В описании к видео я оставлю ссылку на наш психологический проект ЧД Сайка. Всех специалистов, к которым вы там можете обратиться, я знаю лично, у кого-то даже брал консультации, распутывая свой перфекционизм. Глядишь, и без лишней мани совершенства и видео будут выходить чаще. Для всех зрителей этого видео мы подготовили скидку 15% по промокоду счастья. Кто-то боится, что лишившись этого главного, пусть и иллюзорного мотиватора, погрузившись в покой и гармонию настоящего, гармонию от слияния с бесконечным вечным, он уже ничего не добьется в жизни, ведь какой смысл куда-то идти, если тебе хорошо и здесь. Но это заблуждение. Исследования показывают, что люди, которые наслаждаются настоящим моментом, увлечены процессом деятельности и не зациклены на результате, как ни парадоксально, достигают более высоких результатов. То есть эти люди создают что-то не под давлением страха остаться у разбитого корыта, а по любви, любви к своему делу, настоящему моменту и к себе самому. Такие люди покажут себя лучше не только в каком-то конкретном занятии за счет умения входить в состояние потока, но и в долгосрочной перспективе. Ведь Вася, не зациклен на результате двумя важными чертами спокойствием и терпеливостью. Значительные результаты невозможно без этих качеств. Если тебя постоянно штормит от тревожности и маниакальной неудовлетворенности, ты с меньшей вероятностью будешь принимать взвешенные решения. Тебе будет сложнее остановиться и увидеть целостную картину, а еще у тебя будет проседать креативное мышление. Когда же ты относишься к происходящему как к игре, а не как жесткой борьбе за место под солнцем, тогда ты расслаблен, любопытен и не давишь на себя. Ты мыслишь более широко и свободно, замечаешь неожиданные возможности, не боишься ошибаться, готов пробовать новое, неординарное, идти путем, которым до тебя еще никто не ходил. Получается, мы снова все, как всегда, напутали. Успех не делает нас счастливыми, все наоборот. Счастье делает нас успешными. Вот метааналитическое исследование с такими же выводами. А как быть с отношениями? Помнится, мне попадалась научная работа, в которой утверждалось, что наиболее значительным фактором, определяющим степень субъективного благополучия, являются гармоничные и здоровые отношения с близкими. Выходит, счастье хотя бы отчасти присутствуют вовне. А? Мне кажется, дело в другом. Единственное место, где вы можете встретиться с друзьями и родными, это в сейчас. Когда вы наедине с собой, то вы с большей вероятностью будете зависать в мыслях и тревогах, плавая в виртуальных океанах прошлого и будущего. А рядом с людьми, которых вы цените, которых вам хочется слушать и с которыми вам хочется проводить время, вы оказываетесь в реальности. Вы живете, а не переживаете. И опять же, я предлагаю вам посмотреть на это явление с другого угла. Мы увидели корреляцию и решили, что гармоничные и здоровые отношения делают человека счастливей. Но возможно, имеет место и обратное влияние. И счастливый человек, который умеет находиться в настоящем, естественным образом создает вокруг себя гармоничные и счастливые отношения. Когда вы вначале отвечали на вопрос на какой ступеньке вы видите себя через пять лет, скорее всего, вы исходили не только из того, на какой ступени вы находитесь сейчас, но еще держали в голове, что в конечном итоге вам необходимо оказаться на самой вершине этой лестницы. Но счастье это не десятая ступень, до которой можно добраться и почивать на ней остаток дней. Потому что никакой десятой ступени, так же, как и лестницы, на самом деле нет. В основе культа не сейчас лежит один до безобразия живучий стереотип, представление, что жизнь это восхождение или полоса препятствий одним словом некий путь. Но если жизнь это путь, то значит у нее должен быть некий финальный пункт назначения. И вот спрашивается, куда это мы все собственно говоря идем? Метафора пути так глубоко и основательно засела у нас в подкорках, что мы даже не понимаем в чем ее абсурдность. Британский философ Алан Уоттс предлагает иную метафору. Жизнь это не путь. Жизнь это путь. Музыкальное произведение. В общем, что-то бесцельное, чья ценность равномерно распределена между всеми его частями. Так же, как в песне нет главного элемента, который можно было бы поставить выше остальных. Припев? Ну, тогда бы все песни состояли только из припевов. Чтобы припеву стать припевом, в песне еще должен быть не припев. Вступление, куплеты и все остальное. Так же и жизнь. Разве можно выделить в ней что-то конкретное, ради чего она живется? Ради всего, что в ней есть. Ради всей ее полноты. И текущий момент не хуже и не лучше любого другого. А цель? Какая цель? Никакой цели у жизни нет. Вы же не думаете, что одним прекрасным утром, когда вам стукнет 50, вы проснетесь и воскликнете. Ну, наконец-то. Я достиг цели. Кажется, я на месте. Сколько бы вам ни было лет, сколько бы вы не зарабатывали, сколько бы весомых достижений у вас ни было за спиной, вы не будете чувствовать себя существенно иначе, чем чувствуетесь сегодня. И вот вам переваливает за 50. За 60. А потом, если повезет, и за 70. А счастье, как и 40 лет назад, по-прежнему где-то за углом. Огонек надежды, с которым вы заглядываете за поворот, старается согреть вас из последних сил. Но с каждым днем становится все слабее и вот-вот погаснет. И совсем скоро вам не останется ничего другого, кроме как признать, что все это было жестоким обманом, чьей-то злой шуткой, которую вы даже не поняли. А дело в том, что с самого начала вы попросту дурачили себя. Вы думали о жизни как о путешествии, как о важной миссии с некой серьезной целью в конце. И смысл всего вашего существования был в том, чтобы добраться до нее, обрести успех, высшее счастье, потерянный рай. И, как всегда, все напутали. С самого первого дня это было музыкальное произведение. И от вас не требовалось ничего другого, кроме как наслаждаться им. Петь или танцевать. Просто петь или танцевать. Пока музыка играла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok